Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Через несколько недель, а именно 8 сентября, состоится финал конкурса «Любовь года». Пары, которые принимают участие в этом конкурсе, ездили на экскурсию в жилой комплекс, в котором находится призовая квартира. В сети ходят слухи о примирении Лилии Четрару и Сергея Захарьяша. Якобы Сергей уже на острове и ребята вместе. Кстати, у Лилии новый образ, она публикует фотографии с короткой стрижкой. Никита Кузнецов пострадал на съемках очередного этапа конкурса «Любовь года». «Мне на руку упал шкаф», – пишет он. «Вспорол мне руку от кисти до середины предплечья». Вспомнил, как Даринка сломала ногу на Сейшелах. У нас с Даринкой теперь настоящий отряд самоубийц. В недавнем эфире показали, как Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров совершили опасный прыжок с переворотом в бассейн. Девушка едва не стала инвалидом, она отбила себе ноги. В свое время из-за подобного прыжка вниз головой пострадал Олег Майами. Он сломал себе шею и мог остаться инвалидом. Влад Кадони поставил Иосифу Аганесяну жесткий ультиматум. Ему придется выбрать, остается ли он на поляне, чтобы строить любовь с Сашей Черно, либо без всяких оговорок летит на остров, чтобы взять тайм-аут в отношениях, как он и хотел. Лера Фрост показала свое новое кольцо. Его стоимость 800 тысяч, со слов Леры. Также девушка подкачала губы и нарастила ресницы. Тата Абрамсон, которая месяц назад родила дочку, неплохо похудела. От огромного живота, с которым она была на выписке, не осталось и следа. Она продолжает совершенствовать фигуру, ходит на тренировки. Ольгу Рапунцель сняли на скрытую камеру, когда она была в парикмахерской. Оказывается, в ее жизни не все так радужно. Ольга пожаловалась на столичную дороговизну, на то, как много времени ей приходится тратить в пробках, но, тем не менее, на метро она никогда не поедет. Также девушка рассказала о планах купить шикарное авто. Ксения Бородина рассказала о том, как она пережила измену Курбана Амарова. Как вы помните, он неоднократно изменял Ксюше, когда она была беременной. Бородина решила простить Курбана, они начали жизнь с чистого листа. Их отношения с тех пор изменились. «Мы стали взрослыми людьми в браке», – говорит Бородина. «Мы поняли, что нам есть, что терять, и это самое главное. Мы с Курбаном приняли решение эту ситуацию никак не комментировать. Мой муж большой молодец, потому что тяжело жить с публичным человеком. Он терпелив в этом плане. Курбан не лезет в мою работу». Первый раз в клубе веселых дураков приняли участие семья Трегубенко. Андрей Черкасов публикует фото с ребятами. Андрей Чуев достроил дом, обещанный Ольге Васильевне Гобозовой. Семья Гобозовых готовится переехать в него из Лермонтова. Саша Гобозов пишет. «Друзья, настал долгожданный момент. В связи с этим мы решили продать нашу трехкомнатную квартиру в курортном городке Лермонтов, который расположен в пяти километрах от Пятигорска и дачу во Владикавказе». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.